а ты включишь свое видео что и видео включишь ну давайте сейчас давай включить чтобы но интереснее было людям смотреть значит открылся аким за последнее время может что-нибудь вспомнить что тебя удивило ну где угодно в жизни меня удивило я просто учусь на скрипке играть и меня удивляет но ты меня удивилась я очень удивился когда оказывается сочетание но вот как то что допустим мизинцы мне зажимают струну то что есть фа диез а есть 7 мизинцем не зажимают мизинцем не зажимают на скрипке а там сколько там три струны не на скрипке 4 струны соль рэ ля ми а четвертую струну самую толстую большим пальцем зажимать самая толстая самая толстая поскольку на скрипке играют с мучком зажимают пальцами только в случае когда нужно сыграть какую-либо гамму вот а так есть просто провести по самой толстой струне это струна соль просто будет звук соль а если вы допустим еще два пальчика зажать в правильном местах на строне соль то получится си ну вот смотри я почему-то спросил мы с тобой обсуждаем у нас тут встречи у нас как лады или что да вот на мой взгляд центральным местом является удивление вот и лучше если это что-то такое именно того кто рассказывает удивило правда реально это меня удивило потому что я думал то что мизинцем тоже зажимать когда я впервые играл гамму так что там там ставится легонечко он не нажимает но используется в игре правильно аким нет вроде бы его не используется а вот там у нас красном это кто ну арсений арсений переименуйся пожалуйста вот значит у нас аким ничего не рассказывает арсений а ты будешь темно рассказывать тишина полина вас что удивило в последнее время важно затрудняюсь ответить не но я не думаю что вот прям сразу надо хотя бы вспоминать последние там два-три дня может месяц и они на неделю я понимаю что так мгновенно можно не вспомнить вот я тоже сейчас сижу так вспоминаю а что меня тут удивило ну вот да но у меня такие вещи они трудно объяснить но типа вот этих струн про которые на вас сегодня рассказал значит только из другой области меня вот удивило предложение одной женщины о том что вот так вот так надо устроить систему принятия решений дело в том что я давно над этим думаю что вообще во всем мире приемлемой системы принятия решений нет и из-за этого все беды которые человек человечество иметь вот потому что как в парламенте делается принятие решений мне не нравится вот как там начальство какое-то принимает решение мне тоже не нравится а тут женщина приходит и говорит что надо делать вот так вот так вот так вот так вот и я был сегодня это было сегодня я прочитал это и сразу ей написал вот ну мы занимаемся тем что создаем опытный образец нового социума и соответственно вот в этой области лежит мое удивление потому что тот социум который есть мне не нравится я делаю другое вот а сегодня я разговаривал с преподавателем физики математики и информатики из города сочи буквально 20 минут назад мы с ним закончили разговор и он мне рассказал об этом центре он значит они государственные там альтернативное образование там ничего не делится на классы там каждый ребенок движется по своей траектории вот и мы с ним разговаривали о парном взаимного взаимного обучения ну и я предложил в их центре его применить он пошел советоваться с начальством вот ну и попросил меня дать ему какие-то материалы об этом и я ему скинул ссылку у меня есть такой файл называется бандероль для сарафанного радио ну и такой текст по страничке текста и там ссылки чтобы узнать о парном обучении ребенку дайте ему вот такую ссылку там две минуты видео если этим паром обучением интересуется мама то соответственно дайте его такую ссылку там на три минуты видео а если интересуется учитель школе то вот дайте его там 7 минут видео а если директор школы то тогда вот на 26 минут дайте видео вот и вот еще там еще какой-то еще одна не помню про что я его недавно было добавил короче это такой файл который лежит в интернете я даю ссылку и человек смотрит эти видео и понимает все про парное обучение вот вот ой что-то я заболтался так что у нас себя нет доглачика расходится в столе подамам я макия ты тебя плохо слышно очень немножко тиховато а Тимофеич, ну ты про что будешь рассказывать? Если бы ты видео включил, было бы голову. Вот, да. У тебя есть какая-то тема для рассказа? Конечно, я за систему просто был так и был. Ты можешь начинать рассказывать? Хорошо. Я думал, это он там готовится. А пожалуй, что нет. И твоя тема какая? Моя тема – города, интересные города, города-рекордсмены и город-линия в Судовской Аравии. А последнее название я не расслышал. Как называется? Город-линия в Судовской Аравии. Линия? Линия. Интересно. Это как прямая линия, да? Да. Потом увидите. Начнем с городов-рекордсменов. Янцзинь в Китае. Китайский город Янцзинь, расположенный в провинции Зиннань, считается самым узким в мире. Его максимальная ширина составляет 400 метров, а минимальная всего 30. И все же люди там живут. Город вытянутся вдоль речки на целых 60 километров. Его общая площадь составляет 1416 квадратных километров. По данным на 2020 год, в Янцзинь проживает почти 317 500 человек. У города налажена связь с миром. Через гору положен двухсилометровый тоннель. Но что странно, в Янцзинь всего два моста через реку. Хотя вряд ли найдется более нуждающийся в них аккуратный. 60 километров и два моста всего. Вот фантастика. Чунцинь в Китае – это самый большой по площади город в мире. Китай – вообще поразительная страна. Не можно долго удивляться по поводу того, какие там есть необычные города. Например, Чунцин в центральной части Китая. Он занял склоны горных массивов Далавушань, Ушань и Дабашань, вокруг того места, где сходятся воедино речки Янцы и Циолинь. В настоящее время Чунцин является самым огромным мегаполисом в мире. Вот только вне Китая мало кто знает о его существовании. Территория Чунцина – сопоставимость территории Австрии. Но жителей в китайском городе в четыре раза больше, чем в этой европейской стране. Согласно данным, за 2020 год на площади 82 403 квадратных километра проживает 32 миллиона человек. Про самый населенный город Токио я рассказывать не буду. Думаю, все знают. А вот самый малонаселенный город – это Манови, кстати, Небраска, США. Думаю. Тимофей, я тебя не слышу. Думаю. И все, и не слышу. Ну, в общем, Манови была построена в 1903 году. Пик популярности, популярности населения или популяции, Манови пришелся на 1930 год, когда, согласно местной переписи населения, в нем жили 150 человек. Сейчас же в городе живет только один житель. Это Элси Эйлер, которая и является его мэром. Потрясающе. Самый густонаселенный город в мире – это Манила, в Филиппинах. Манила – это столица и второй по населению город Филиппин. Расположен он на острове Лусон. Несмотря на маленькую площадь, чуть менее 40 квадратных километров, там проживает 1 миллион 780 тысяч человек. По площади примерно как Мутищи, но проживают там целых 2 миллиона человек, когда у меня в Мутищи 200 тысяч. Самый высокогорный город в мире – это Ларин, Канада, в Перу. Она находится на потухшем лукане на высоте 5100 метров над уровнем моря. Атмосфера на такой высоте очень разженная, поэтому обычному человеку там жить невозможно. По данным, за 2009 год, более свежая снялась, живет в столь недружелюбных условиях свыше 30 тысяч человек. Теперь не рекордсмены, а просто разные интересные города. Как, например, Куберпеди в Австралии. Один из самых удивительных городов на планете располагается в штате Южная Австралия в самом центре пустыни. Это Куберпеди, население которого, по данным за 2011 год, не превышало 1700 человек. Куберпеди – это слово, придуманное аборигеном. В переводе означает «белый человек в норе». Это город под землей, а по совместительству еще и столица опала. В этой местности сосредоточено 30% мировых залежей этого минерала. И именно там происходит 97% всей мировой добычи опала. Жилища городских жителей представляют собой большие пещеры, вырубленные в горе. В таких домах есть водопровод, канализация, электричество, интернет и даже подземные бассейны. Кстати, воды в этом малодождливом регионе Австралии нет совершенно, сколько они старались бурить. Изначально ее доставляли в этот город на верблюдах, сейчас же проложен метровый водопровод. В летние месяцы температура воздуха в Куберпеде достигает плюс 49 градусов. Извини, пожалуйста, ты очень быстро говоришь. Водопровод какой длины? Какой длины водопровод? Да. Хорошо. Ты сказал, нет, ты сказал, скаркидометровый. Много километровый, я поэтому не мог понять. А, понял. В летние месяцы температура воздуха в Куберпеде достигает плюс 49 градусов. Именно из-за этого шахтеры решили переселиться в шахтах. Под землей всегда комфортный плюс 22, плюс 24 градуса. В этом необычном городе не только дома, но и вся инфраструктура зарыта в земле. Магазины, отели, школы, также три церкви, музеи, бары и библиотеки. Здесь есть даже подземное кладбище. Уитер, США. Уитер, что, кстати, Аляска, находится на северо-востоке полуострова Кинай. Площадь города составляет 51 квадратный километр, а население его всего 270 человек. Примечательен он тем, что все жители живут в одном 14-этажном здании, построенном в 1956 году в качестве армейской казармы. Помимо жилых квартир, в этом здании есть супермаркет, больница, полицейский участок, почта и церковь. Ауравиль в Индии. В списке необычных городов мира присутствует Ауравиль, расположенный на юге Индии в штате Тамилан. Этот уникальный и необычный в своем роде город был основан в 1968 году как эксперимент по созданию интернационального общества людей. Люди в Ауравиле живут вне религии, политики и национальности. Медицинское обслуживание, образование и развлечения, все это они получают бесплатно. Ауравиль это не просто необычная архитектура и ландшафт, это другая форма существования в нашем мире. В общем, это город-утопия. Хотя Ауравиль располагается на территории Индии, он не является ее частью, поскольку там действуют ее законы. По сути, это автономный государство, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Там проживает 3050 человек из 58 стран. И теперь последняя часть рассказа – это город-линия в Саудовской Аравии. Пока что он еще строится. The Line, или просто линия по-русски, это строящийся линейный умный город в Саудовской Аравии в Ниоме, провинция Табук, в котором не должно быть автомобилей, улиц и выбросов углекислого газа. Фактически, речь идет о возведении города в форме линии, причем он будет состоять всего из двух параллельных небоскребов. Каждый длиной 170 километров, шириной 200 метров и высотой в 500 метров. Внутри стен небоскребов предусмотрено возведение всей необходимой городской инфраструктуры, включая зеленые партии, стадионы и многое другое. Население будет занято на промышленном кластере, который обеспечит работу около 300 тысяч человек. Саудиты хотят построить город будущего, но на зеленой энергетике и без вреда для экологии. Предполагается, система жизнеобеспечения и производства не будут оставлять экологического следа. Автомобили будут под запретом. Передвижение внутреннего скреба возможно только на велосипеде или сверхскоростной электричке. Площадь составит 34 квадратных километра. Учитывая заявленное число жителей в 9 миллионов человек, плотность населения внутри составит 260 тысяч человек на квадратный километр. А у Манилы, самого густонаселенного города планеты, этот показатель всего лишь в 43 тысячи человек на квадратный километр. Ну, как сказать, всего лишь, тоже очень легко. Таким образом, линия станет настоящим человеком. Ориентировочная стоимость строительства составляет 100-200 миллиардов долларов США, а по некоторым оценкам достигает и 1 триллиона долларов. Правительство Саудовской Аравии утверждает, что к 2030 году оно создаст 460 тысяч рабочих мест, будет способствовать диверсификации экономики и внесет 180 миллиардов саудовских реалов во внутренний ВВП. Королевство позиционирует линию как экологически чистую программу, которая снизит давление на природу. Это самая слабая и критикуемая сторона проекта. Сплошная стена небоскреба, во-первых, нарушит естественные пути миграции сухопутных животных. Учитывая, что инженеры намерены сделать фасад зданий зеркальным, то это еще станет приговором для перелетных птиц. Они будут терять ориентацию в состав и врезаться в конструкции. Масштабное строительство всегда связано с увеличением углеродного следа. Нельзя построить такой огромный мекополис с сжатой соки и при этом не навредить природе. И, наконец, оплеснительные установки работают на ископаемом топливе. Выбросы от них попадают обратно в Красную Муру. Линия рискует полностью уничтожить местную морскую экосистему. Несмотря на эти недостатки, она уже строится. Еженедельно на пристани происходит выемка около 1 миллиона кубических метров земли. Забивается 60 слоев в день. Подземная железная дорога с поездами со скоростью 510 км в час, которые могут добраться до одного конца линии, а другого за 20 минут. Так. Что-то я тут не так понапишу. В общем, туннель для этой железной дороги, для этого сверхскоростного метро уже вырыт. Пульс находится на стадии разработки. На этом все. Спасибо за внимание. Ну, Тимофей! Ну, вообще. Так, ребята, давайте удивляйтесь. Ну, я подключился под конец рассказа. Извините, пожалуйста, за опоздание. Немножечко просмотрел время. Ну, а меня удивило город Лени. Ну, это первое и последнее, что я смог увидеть. Вот. А что тебя в нем удивило? Ну, вообще, звук плохой был. Я там разберел немного, и у меня что-то... Либо с компьютером что-то не так. Но... Меня вообще удивило, что строит такой город. Вот. Ну, и, конечно, плохо, что, ну, будет влиять плохо на экосистему всякую. Ну, выбросы идут в Красное море. Ну, это плохо очень. Меня это расстроило. Так, еще кто что хочет поудивляться? Арсений. Да. Меня удивил сам по себе горд, что он в Лени поместился. Где поместился, ты сказал? В Лени. В Лени. А, в Индии. Пауэрвиль? А, в Лени. А, в Лени. А, я думал, в Индии. Понятно. Так. Еще кто хочет поудивляться? Так. Меня удивил город из одного человека, который является мэром данного города. Представляешь, Захар? Город, целый город? Да, целый город. Ну, я не знаю, какая там площадь, но я думаю, большая площадь человеку. На человека. Наверное, самый редко заселенный один человек на многое квадратных километра. Самый редко заселенный пункт на планете. Вот. Да. Интересно, в какой стране? На Аляске. Аляска. А, нет, на Аляске находится город, в котором все жители живут в одном доме, 14-этажном. А, да, да. Это, кстати, Небраска. А, Небраска. Ну, тоже в США, да? А, то есть это США. Понятно. Да, ну, конечно. Интересный, знаете, город. Повтори, не было слышно. Интересный город, говорю. Ага. Значит, меня удивил еще город, который не подчиняется правилам страны, на которой расположен. А вот. Как это так? И возникла такая идея, что, может быть, можно себе такой город сделать где-нибудь. Сказать, вот тут вот, нарисовать круг такой, ну, на песке палочкой. И сказать, это мой город, я перестаю подчиняться законам этой страны, буду отдельная страна. Ну, я так понимаю, в Индии так произошло. Или они как-то... Я бы так с удовольствием сделал. Знаете, это как-то слишком круто. Тогда, эти, как Штаты в США, только это страна Индия, и если бы каждый человек себе сделал такой, ну, отдельный город, то там были бы... В Индии, в стране, еще много-много стран. А, у меня идея возникла. У меня идея, ребята, возникла. Про это, вот, когда рассказывали про Австралию, город, который весь под землей находится, я подумал, елки-палки, они прясятся, значит, от жары. А если в России сделать города на глубине 80 метров, то там будет очень приятно тепло, и не надо никакого отопления. Ну, в северных районах, где холодно. Правильно? Вот. Как думаете? Наверное, там вечная мерзлота на 80 метрах. Там, где очень холодно. А, правда, да, она очень глубоко уходит. Просто я знаю, что в шахтах температура повышается с глубиной. Вот в Канаде, например, где золото добывают. Там на глубине 5 километров температура плюс 80. Вот. Да. Ну, не везде живешь вечно мерзлота, где-то ее и нету. Да, тут надо оценить трудоемкость, да, прокапывание под землю с кончиком обогрева. Ну, и при этом сопоставить с обогревом, который нужно каждый год делать. Что дороже? Там кислород придется еще как-то подключать, все-таки проводить. Ну, вентиляцию делать, конечно. Да, да, да. Вентиляцию. Вот такая схема. Меня удивил вот этот Чунцин, город китайский, который Тимофей нам рассказал, какое-то безумное количество километров занимает. 800, 800, чем там. Нет, 80 тысяч. Я так понимаю, что это, вероятно, площадь все-таки как области, да, когда бывает, называется город как точка и область называются одинаково. Наверное, как ты в прошлый раз нам рассказывал, территориальные деления. Вряд ли это прям город столько займет. Это скорее какая-то большая территориальная единица. Китай, он не делится на территориальные единицы. Это монетарное государство. Ну, разве что там есть провинции? Провинции. Ну да, провинции есть, но он рахунок сейчас. Какой провинции? Я забыл просто. Ага, ага. Чунцин. Чунцин, Чунцин. Пишем. Чунцин, он там, площади как астрии. Ну, Алина, очень легко проверить. Нужно просто пойти в гугле к карте и посмотреть. И на глазок определить длину шириной, умножить и посмотреть, сколько квадратных километров получится. Можем померить площадь. Есть еще один способ поехать и метром померить. Да, только сначала неизвестно, сколько денег потратить, потом еще рулетку купить для нас, гигантскую, а потом уже измерять. Да, потом еще несколько сотен километров пешком пройти. Вода? Да. И умереть от жертвы. Если там пустыня. Добрые дети. Ладно, постановились на изучение китайского языка. Вот. Ну, с этого придется начать, прежде чем туда ехать. Так и я изучаю. Кстати, это самое, меня еще удивил водопровод в этой Австралии. Я почему спросил, сколько километров. Если он находится в центре Австралии, то от ближайшего источника воды там по крайней мере ну тысяча километров это точно. От тресной воды в центре. Вот. Интересно, как ее качают сквозь эту длинную трубу. Сама задача прокачать эту воду через такую длинную трубу очень не слабенькая. Потом зарыть ее надо очень глубоко, потому что если зарыть ее на метр под землей, то она там пока будет двигаться тысячи километров, при такой температуре, она там вся взорвет трубу от температуры. Вот. Короче, там такое не слабое. Нет, у нас газопровода длине в России. А? У нас газопровода в России длине. Ну, газопроводы там все просто, там через каждые 300 километров стоят насосные станции. До ближайшего нет, не тысячи километров. Это такой, ну, там можно даже до озера Эр провести. Будет километров так, ну, 100-200. А, ну, пресная? Эр? Да, пресная. Может, она наоборот соленая-пресоленая? Ну, во всяком случае, подземные воды там должны быть. До ближайшего источника подземные воды. Интересно было бы это уточнить. Ладно, сейчас, не думаю. А чем ты? В общем, ты столько наковырял удивительного. Кстати, меня поразило количество квадратных километров этого города на Аляске. Там, судя по фотографии, около залива небольшая такая площадь, ну, типа, ну, километр на километр. Там один квадратный километр весь город. Хотя они живут в одном доме. Может, ты там оговорился, не квадратные километры, а квадратные метры, скажем? Википедии предложена, то есть, представлена такая площадь. Возможно, это городской округ, ну, все ближайшие территории. Ну, мне, пожалуйста, как этот город на Аляске называется? Сейчас. Уитер. Ой, сейчас. О-Е-ТО-ТИ-Е-А-Р. Напишу. Не Ти-Е-Р, я все нашла. Спасибо. Так, еще что-то было, такое меня сильно затопило. высота этого небоскрива, который в линейном городе 500 метров. 500 метров это очень круто. Просто невероятно круто. кстати, непонятно, Тимакей. Там, ты говорил, что переграждает дорогу для животных, чтобы эмигрировали. Ну, решение очень простое. На первом этаже сделать туннели под домом. Ну, проходные такие, ворота, чтобы они проходили. вот, я знаю, что в Бельгии для животных, надо в Табанами, для животных строить мосты. Прямо они покрыты там пробойку, кусарник, там, и вообще все. И этих мостов в этой Бельгии что-то сотни три, наверное, построено для животных. Поэтому, конечно, что же можно сделать мост? Ну, тут туннель надо под городом сделать. Меня здесь удивляет настырность людей, которые строят эти, ну, для чего? Да, для привлечения туристов. Сейчас у Судов-Каравии денег очень много, они же нефть качают. Это она и в крупнейшем, даже крупнейшая нефть качает. Это понятно, но их же есть такие интересные другие города. Для чего вот строить такой коридор, потом там роза ветров поменяется из-за этого расположения домов-то элементарно. Животные, птицы, то, что ты перечислил, да, из-за грязнения Красного моря, но они настырно это делают. Это вот прямо удивительно. А я как-то слушаю. Такие улитер. А я Чунцин. Чунцин, похоже, ни в какую провинцию не входит. Сам по себе. Ну, и потом все-таки они строят в таком месте, где очень жарко, этот линейный город. И соответственно он очень неоптимальный с точки зрения вот этого проникновения солнца в этот город. И хотя там сказано, что будут зеркальные, то все хорошо. Такая форма из прямоугольников она очень неоптимальна. вот да ну конечно настырность очень поражает очень еще много такого чего говорил, что я сейчас вспомнить не могу, но меня буквально в каждом рассказе потрясало. у меня ребята такое впечатление, что я вообще ничего о городах не знаю. Какое вообще после рассказа Тимофея. Тимофей, ты должен какие-то успокаивающие таблетки нам раздавать сначала, чтобы не волновались сильно. как считать? Да, буду вам за несколько недель посылать по почте. Только адреса скажите. Адреса скажите. Горь. Ну да. Да. Ну вот. Да, но я для всех схожу вот, ну на другую тему. Мы с Тимофеем занимаемся передачей квантов по физике. Тимофей, ты подумай, может быть, ты тоже что-нибудь интересное расскажешь. А я хочу дополнительно рассказать такое, что ты не знаешь. Я сегодня разговаривал с этим заведующим этим центром и он тоже он сам преподаватель физики, математики и информатики. Я ему рассказал квант, который мы с тобой проходили в последний раз. Ты знаешь, как он был удивлен. очень сильно был удивлен. Он не знал этого. И он согласился, действительно не должна она пересекаться в одной точке и превращаться. Энергия не может в ноль, правда? Да, и он будет у меня раз в неделю получать кванты и будет их передавать своим ученикам, которых у него много в этом центре. У них центр не дополнительного образования, как я раньше думал, а у них центр альтернативного образования, где учатся 120 детей, а кому я не говорил, это в Сочи все происходит, значит, и эти дети не делятся на классы. То есть каждый ребенок учится с той скоростью, с какой он может, индивидуально. Вот, и я предложил им освоить технологию парного взаимного обучения в целом в их центре. И этот товарищ Иван Владимирович, он пошел с начальством этот вопрос обсуждать. Так что, вот видишь, мы с тобой в какую систему попадаем интересную. Наши кванты, они пойдут дальше всем детям. Вот. Да, а ты передал Захару сейчас вот я как раз собрал своему об этом говорить. Да, это муниципалитет центрального подчинения. Ну, давай это. А это ты сейчас про что сказал? Полина в чате написала. А если так рассматривать, то тогда есть более крупные по площади города. Я видел там какая-то например деревушка в Тибете. У нее площадь вообще больше 100 тысяч квадратных километров из-за того, что ну у нее около разбросанные дома, которые считаются одним поселением, да? Вот. Ну, это давай скажи прямо Захару. Кто-то хотел сказать. Пусть будет записано. Это же интересно. Включи только видео, пожалуйста. Хорошо. Захар, так, вот что, сначала нужно подготовиться. А что подготовиться? Ну, речь нужно подготовиться. Ну, короче, после занятия заходи в телеграм, я тебе все напишу. Мне нужно физики учить. Если ты хочешь меня учить, так и скажи. Значит, это, ну, давай я скажу, Тимофей, а ты будешь добавлять. Там, где хочешь, меня перебивай, ладно? Значит, в городе Зеленогорске, это в Сибири, находится, летом будет погружение в физику. Стала задача, тем ребятам, которые в этом погружении будут участвовать, рассказать физику, ну, очень понятным образом. Вот. Я предложил Тимофею получать от меня кванты по физике, ну, кусочки информации, порции физики. И рассказать мне? И рассказывать этим ребятам. А они потом, когда соберутся все вместе в очном режиме на целую неделю, они будут друг друге передавать. Понятно? Поэтому нам до того до июня месяца надо весь курс школьной физики от седьмого до девятого класса включительно превратить в кванты и другую вырусказать. Но я сказал Тимофею, для того, чтобы он мог качественно передавать, а пока еще эти дети, которые будут с погружением, они же еще неизвестны, еще не определились, они там. Вот. Соответственно, я сказал Тимофею, а ты потренируйся с кем-нибудь передавать класс. Я только знаю, я люблю физику, я согласен все, можно даже без моего подтверждения. Вот, так что договаривайтесь, когда вы можете оба. Хорошо. Матвей после урока напишет, ой, Тимофей, Матвей, поплыл. У меня много друзей Матвеев. Тимофей после урока напишет мне, и я ему тоже. Вот, ну, а я скажу, что, ребята, кто хочет получать кванты, записывайтесь к Тимофею и Захару. Вот, и это неважно, в каком вы классе учите. Если вам любопытно, вы будете получать эти кванты. Вот. Ну, и, соответственно, будете учить своих друзей тоже. А можно узнать, что значит словосочетание получать кванты? О, Тимофей, объясни, пожалуйста. Я тоже означал, не знаю, что это означает. Ну, в общем, кванты это что-то вроде топиков в английском языке. Ну, такие мы просто рисуем картинки в принципе, допустим, да. Ты можешь показать какие-нибудь картинки сейчас? Ну, хорошо, сейчас. Ну, ладно, давай ты, а потом я хочу показать. Да, сначала вы. Потому что мне нужно сейчас вы. Да, сейчас. Я сейчас потерял. Ты пока там ищи файл, а я уже тут у меня готова. Вот. нету, 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 вот это вот. табличка. Вот смотрите. Ой, нет, опять ошибся. Сейчас. Давай. Вот эту табличку. Значит, вот табличка. Скажите, если видно мой экран? Да, видно. Да, видно. Значит, вот здесь, вот в этом месте тут написано два человека. Александров и Лебедев. Дальше идут кванты. Вот у Лебедева есть раз, два, три, четыре кванта. Вот, кстати, Тимофей, я вот здесь начал добавлять дату, когда произошла передача кванта. А у Александра Евгеньевича, ему 36 лет, и физику он совсем не знает, у него есть четыре кванта. Да, и вот здесь в этой колоночке, в колоночке С, написано связь. Это связь в Телеграме, прям нажимаете, полуявляется адрес, нажимаете и спокойненько пишите Александр Евгеньевич, Станислав Евгеньевич, я хочу у вас получить квант такой-то. А вот здесь название квантов. вот, 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 Значит, вот, вот здесь вверху будем, сейчас я сделаю увеличение, лупу поставлю и будем тут читать. Сейчас лупа включится. Так, ну давай. Там написано потенциальные поля. Ну, вы видите, да? А я хочу, чтобы крупно было, потому что те, кто будет видео смотреть, им же трудно будет. вот, сейчас, почему лупа-то не включает. Вот. Вот, включилась. Потенциальные поля. Переключаем на следующую и видим, виды энергии, видите? Да, кто будет озвучивать? Ребята, давайте читать. Давайте я. Давай, преломление света. Вот, дальше. Коэффициент преломленности. Преломление. У меня немного глючит, поэтому... Электрический ток. Система Си. Так. Электромагнитная природа света. Ну вот, на этом у нас кончается список. Вот. Вы можете себе выбирать клан, соответственно, человека, который этот клан знает по этой табличке. и... А где эта табличка будет? А? А где эта табличка будет? А табличка будет, значит, я уже публикую видео, правильно? Вот смотри, Дахар, вот у нас есть вот этот файл у нас есть. Вот. Google документы. Да, конечно. Google документы, где у нас все наши с вами встречи. Правильно открыл? Да? Я с Григорем Громыка связи, правильно? Да, вот это вот, значит, сейчас... Там все вход на встречу. Вот, значит, вот здесь у нас все эти вот, вот сегодня у нас уже не совсем не 19-е, а 26-е. Значит, вот повыше я поставлю сегодняшние встречи, рассказ Тимофея поставлю, и, соответственно, там дам ссылку. Рето, да? Вот. А ссылку на этот документ опубликую в Телеграме. И все можно найти. Ну, а у кого ссылка вот на эту вот, вот на это оглавление есть, так просто заходит туда и там возьмет ссылку. Так, Тимофей, ты приготовился показать вам? больше. Ну, давайте, да. Ну, Так, я свою выключу, демонстрацию. Да. Вот два кванта. А. Коэффициент сломнений и светлок коллекционный. Ну, рассказывай. Рассказывать? Ну, да. Сейчас полностью симптоматизировать. А, здесь же есть возможность брать карандаш и рисовать сразу, показывать эти места. Ага. Только не в Пейнте, а именно в Зуме есть. в Зуме сейчас прошло, скоммунировать. Да, одно научишься. Ага. Ну, рассказывай. Хорошо, рассказывать все это. Ну, вот, к официану преломлению, значит. Здесь у нас свет падает, здесь вот преломляется, здесь вот отламляется, вот здесь вот отражается. Это угол альфа, это угол бэфа, это не дергай, не дергай, штучку, ты просто показывай и пусть она стоит. А то ты туда сюда дергаешь, и у него... Коэффициент преломления, это коэффициент преломления рассчитывается по формуле синус альфа разделить на синус гамма. Вот. Все. Ну, и оказалось, к моему удивлению, что Тимофей знает, что такое синус. Вот. Я был очень удивлен. Так, а второй квант? А второй, а второй это свет. Вот, свет, это электромагнитная волна, ну, и она состоит из двух волн. Это магнитная волна. А можешь покрубнее сделать, а то мелковато. Вот, спасибо. они постоянно изменяются, и когда электрическая волна достигает своего пика, максимума, своего максимума, то магнитная наоборот минимума. Вот. и наоборот. Максимума электрическая минимума. Ну вот. Вот такие кванты. Можешь выключать. Какие есть вопросы? Кто хочет спросить? Давайте. У кого есть вопросы? У меня такой вопрос. Нету никакого вопроса, это конечно. Ладно, у меня нету вопросов. Все. Ну ладно. Все было слишком понятно. Да, да. Ну хорошо, ребята, готовьте ваши удивительные рассказы. Вот. Что вас в игре удивило, про то и рассказывайте. Вот. Я сегодня в самом начале просил у Акима, а что его за последнее время удивило. вот кто опоздал, тот не слышал. Он мне рассказывал, когда мы с ним были вдвоем. Так что посмотрите в записи, что его недавно удивило. Не будем рассказывать Акима. Да. Вот. Промолчим. Будет дождь. Ну если можно мы покажи и рассказать. А? Не, не надо, не надо. Должна быть какая-то интрига. сюжет детектив. Сам детектив какой-то. Да, рассказывайте. Не, 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 не. Так, все, ребята. Айдут кто? Редакай завершить аплодисменты Тимофею. Спасибо, Тимофею, было очень интересно. Было очень интересно. Спасибо большое, Тимофей. Спасибо, да, за наше просвещение. Спасибо очень. До свидания. До свидания. Спасибо, Тимофею, было интересно. До свидания. До свидания.